Татьяна Моисеева в школе номер 21 новичок. Вчерашняя выпускница педагогического колледжа сегодня преподает здесь английский язык. Любовь к иностранному у нее с детства. Лет с восьми, говорит Татьяна. Педагог по образованию, а возможно и по призванию, недолго думая, решила переехать из Ревды в Полевской. Впечатления о коллективе учащихся самые лучшие. Мне очень понравилась школа, очень дружный коллектив, дети очень хорошие. В общем, школа мне понравилась. Я считаю, что лучше начинать с начальной школы. В начальной школе как раз преподаются азы, алфавит, цифры, элементарные фразы, которые нужно задавать. Я считаю, что нужно с первого или хотя бы со второго класса вводить английский язык. Каждый урок Татьяны Моисеевой не похож на предыдущий. Молодой педагог старается заинтересовать школьников своими уроками, а потому и подготовке учебного процесса уделяет много времени. Есть уроки игра, есть урок проект, различные формы проведения уроков. В уроках присутствуют и физминутки, чтобы дети отдохнули раз начальное звено, что им нужен отдых. Разнообразные картинки, плакаты, таблицы на уроках вводятся. А это педагог-организатор Юлия Лосева. По образованию она учитель математики. Правда, сейчас ее основная сфера деятельности – подготовка и организация праздников. В этом году Юлия уже имела успех, ведь с начала учебного года в школе прошли два серьезных мероприятия – День знаний и 19-й по счету День рождения школы. Сегодня с улыбкой Юлия Александровна вспоминает свой дебют. Самый первый раз, да, это было немножко страшновато, потому что самый первый раз – это был День учителя в прошлом году. И работать уже на взрослую аудиторию гораздо сложнее, чем работать с детьми. Не сказать, что я сменила на 100%, я попутно веду уроки математики. Мне это интересно. Почему бы не попробовать себя в том, что новенькое, что интересно. Помощников у педагога-организатора Юлии Лосевой всегда хватает. Ни один праздник не обходится без главных действующих лиц – школьников. Вот и сейчас в усиленном режиме готовятся к Дню учителя. Здесь учитывается мнение всех. На ваш взгляд, что будет приятно учителю? Можно каждому учителю подарить по цветку и по коробке конфет. Нет, а есть ли что-то более такое? Хорошие оценки? Хорошие оценки, но это само собой. Я считаю, что теплые слова, пожелания – это, в принципе, и хорошая идея. Что еще можно сказать? Учителям будет приятно, если на каждом уроке их класс будет поздравлять, не забывать о их празднике. Единственный мужчина в этой компании – Николай Трофименко, учитель физкультуры. В прошлом – выпускник спортивного факультета. Практику проходил в школе номер 4 под началом педагога высшей категории Николая Георгиевича Колчанова. Было на кого равняться, говорит Николай. Он в первую очередь профессионал, таких педагогов очень мало в городе. Таких вот, как у нас Валентина Ивановна, тоже мой методист по проекту, по рабочему там в другой момент. И вот Николай Георгиевич у нас – два педагога в городе, которые имеют высшую квалификационную категорию. То есть, это неоспоримо профессионал. Николай Игоревич работает в основном со школьниками младшего и среднего звена. Со старшеклассниками встречается только накануне серьезных соревнований. Сегодня школа занимает одну из лидирующих позиций по количеству призовых мест. Недавние соревнования на призы попечительского совета – еще раз хорошее тому доказательство. Со всеми интересно, честно говоря. Нет такого, что в каждом возрасте есть свои нюансы. То есть, с малышами больше игр, а со старшими уже больше техники, больше тактики. И поэтому везде интересно. То есть, старших интересно видеть, потому что ты их уже готовишь куда-то в город на соревнования. А с малышами то, что немножко сам как бы немножко в детство возвращаешься. Директору школы Людмиле Высоцкой досталось богатое наследство. Сильные педагоги, верные своей профессии. Многие из сегодняшних учителей переступили порог школы ровно 19 лет назад. И вот теперь новое поколение учителей. Молодежь – это молодежные идеи, новый юношеский максимализм, который, в общем-то, нам, может быть, уже с большим стажем педагогов где-то и не хватает. Поэтому мы на них надеемся, мы на них стараемся даже равняться. Многие идеи у них берем, смотрим, как они легко, может быть, пока легко, первые дни работая в школе, легко переносят те трудности. Ну, с улыбкой смотрим на это и в то же время заряжаемся их, наверное, энергией. Учителя школы номер 21 считают, что самое главное и самое ценное в их жизни – дети. Любить нужно всех, независимо от возраста и характера. А иначе зачем называться громким словом профессионал? Татьяна Усынина, Евгений Просиков. Новости нашего города.